Я 17-й, я 17-й, вижу противника. Приготовиться к бою, держать дистанцию. Я 17-й, передать по машинам. Выстроить циклина. Впереди батальон, пусть нет ковала. Газку, газку дай, Паша! Я 17-й, заряжать бронебойным. Огонь по целям открывать не дальше, чем за 700 метров. Не дырей в пасек, это только поначалу страшно. Левей, левей, Паша! Хорошо, короткая, огонь! Молодец, Васюк, молодец! Первый починит, товарищ командир! Как только на Бугор вылезет, бей! Пасек! Артеменко, разделись иззади слева. У них там артиллерия. Подавить огневую точку. Есть, подавить огневую точку. Боря, финиш батареи. Снижу, на полном ходу дам рашка. А потом дуй прямо на нее. Осколочным и пулеметным. Боря, дави их гадов, дави. 17-й, 17-й. Ворвались боевые порядки. Батарею смяли. А Бычков пушку умыкнул. Молодцы! Паша, танк под дым горячего танка. Пусть думают, что горим. Разворачивай пушку вправо. Бронебойным огонь! Ничего, Васек, не расстраивайся. Бывает. Вперед, Паша, вперед! Кому сказал? Спокойно, Васек. Он что, заговоренный, что ли? Лоб его не пробить. Во мрак, Паша, обойдем. Смотрите, дождь 17-й. Отставите разговоры! Вагон! Рассалам! Что мы сказали? Я говорю, двум 17-м не бывать. Немцы справа прорвались! Немцы справа прорвали оборону Хударова на Кунске. Прошу сосредоточить огонь по квадрату 41. Нет! Отходим! Ложись! Жизнь надоела! Дальше не может быть. Немцы справа. Назахи! Осторожно! Санитара! Семнадцатый, семнадцатый! Соколов подожгли! Горю! Экипаж погиб! Огонь подбирается к боекладке! 17-й! Я атакую! Я атакую! Ослановцы не сдаются! Товарищ подполковник! Что с вами? Ничего, Осек. Ничего. Соколов. Кузнецов! Кузнецов! Выбыл Соколов. Коробочка может его заменить. Почему молчите? Я услышу вас, товарищ подполковник. Просто я с Соколовым чуть не с самого начала войны воевал. Коробочка вполне справится. Грамотно воюет. Все подходит. Все подходит. Эквакую ревать раненых. Быстрее! Быстрее, ребята! Кто позволил, генерал? Нет, я о Верхнекумском. О Верхнекумском. Значит, надо было успеть. Что? Да они сейчас вас там как утят бить начнут. Что? Нет, не слышу, генерал. Станция? Да нахрена нам сейчас эта станция, когда они правый фланг прорвали? Отходи, генерал. Концентрируй силы. Но, хутор, я тебя не прощу. Учти. Товарищ командир, приказано отходить. Не понял? Справа ворона прорвана, окружают нас. Всем приготовиться к маневру. Окопов, куда прешь? Назад! Семнадцатый, семнадцатый! Как меня слышите? Не только слышу, но и вижу. Делай, как я. Интервал в сто. И не лезь на рожонку. Заградительный огненный путь отрезает. Неужели Верхнекумск взяли? Товарищ командир, отходить приказано. Квадрат, восемнадцать, девятнадцать. Всем продолжать, манюш. Где это восемнадцать, девятнадцать? Матюшин горит! Стоп! 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 Сюда, Матюшин! Ко мне! Да вы что, товарищ командир! Какие части попали в окружение? 55-й танковый полк пополковника Асланова и 137-й стрелковый полк пополковника Свертладзе, товарищ командующий. Помочь пытались? Пытались. Связь поддерживаете? Нет. Связь, к сожалению, прервана. 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 Постарела. За один день постарела карта. Ази, вот здесь они. И здесь тоже они. И здесь тоже они. А мы вот здесь. В этом квадрате. Вот именно. И завтра с утра они начнут нас кушать. Вот так. Амиран, а ведь этот верхний Кунск очень маленький. Там у них танковая дивизия. И артиллерия целая куча. Ахутер маленький. Ну и что? Ахутер маленький, маленький, маленький. Знаешь, что маленький? Пока еще не подрос. Не пойму, чему ты радуешься. Я вообще говорю, хутер маленький. Понял? Хутер маленький. Как они могли там все разместиться? Трудная моя голова, как я до сих пор не догадался. Клянусь, не гений, бичок. Мы их не свернем оттуда. Кто там ломится? Виноват. Порядок, товарищ командир. Есть язык? Давай его сюда. Ну, вообще-то он уже раскололся. Значит так, основные силы у них в низине, за хутором. А не врёт? Да век воли не видать. Фраер он сжеванный, полные штаны наложил. Надштаба, комиссара и всех командиров, и наших, и товарища подполковника. Есть. Слушай, Питер, у твоей разведки язык прямо как у уголовника. А он и есть уголовник. Я его из штрафного батальона взял. Семнадцатый, семнадцатый. Я шестой. Сосредоточился на западной окраине хутора. Как поняли? Вас понял, шестой. Семнадцатый. Семнадцатый. Я восьмой. Десант взял. Операция готова. Семнадцатый. Семнадцатый. Я двадцать третий. Занял позицию в районе Мозда. Понял. Семнадцатый. 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 Ожидать сигнала. Вперед. За мной, ребята! Ура! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Стрелок, подавить пулемет. Вот долг Коля. Ты его знаешь? Пульму резина стрелкова. Напомнишь, осколочным. Вот тебе, Шварцендорфель. А что это такое? Черные дьяволы. Это про нас. Паша, Тавих. Аксулбазы, кайви ап! Ласдорфель, никто, Чизэль, это Тавих. Аксулбазы, кайви ап! Аксулбазы, кайви ап! Аксулбазы, кайви ап! Аксулбазы, кайви ап! Вошел! Желись, гад! Аксулбазы, кайви ап! Точно, товарищ командующий. 55-й танковый полк и 137-й стрелковый. Уже бросил, товарищ командующий. Все, что есть, бросил. Не выбьет, товарищ командующий. Теперь не выбьют. Да, досталась тебе, родная. Ничего, товарищ подполковник, мы ее в раз отбили. Ваша карта. Обгорел. Ну и дыры еще. Да сними ты эту гадость. Есть? Командарм на связи, товарищ подполковник. Да, товарищ генерал. Спасибо, товарищ генерал. Да, пришлось отступить, но вперед. Мы вас будем ждать, товарищ генерал. Бамбук, бамбук, я береза. Бамбук, бамбук, я береза. Бамбук, я береза. Ответьте, береза. Ответьте, береза. Бамбук, бамбук, прием. Шварцен-Тойтель. Кто это? Судя по всему, командир 6-й танковой бригады. Полковник фон Харфиц. Думаешь? Уверен. Говорят, у фюрера в любимчиках. Амиран? Амиран! Амиран! Скортизладзе! Я раненый, а не глухой. Не кричи. Ну что? Не скушали нас? Не скушали Амиран? Не скушали? Не скушали нас. Не скушали нас. Не скушали нас. Тут поди целая бригада. Да, вот что значит внезапность. Ну, теперь Паулюсу окончательно крышка. Больше ему помощи ждать неоткуда. Так это вы придумали выражение отступить вперед? Вот, случайно получилось, товарищ командующий. Я ведь не русский. Не лукавьте, товарищ подполковник. Вы и подполковник Схертладзе представлены к званию Героя Советского Союза. Поздравляю вас. Служу Советскому Союзу. Здравствуйте, товарищи ослановцы. Здравия желаю, товарищ командующий. Известий не шлю. Все равно, значит, жив и здоров. Просто писем писать не люблю. Лиза! Боже мой, как долго тебя не было. ПОДПИШЕВЛЕНИЯ ГРУИТ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Аf? Ну как, лошад, Darren? Нравится? Эй, не положено. Ты сначала поступи, а потом лазай. 5 минут 14 секунды. 5 минут 4 секунды. Азиасланов, товарищ комбриг, наш лучший курсант. 3 минут 58 секунды. Поздравляю. 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 Лен Каранец? Да. Вас направляют в Ленинград продолжить учебу. Рад за земляка. Товарищ комбриг, когда мне было 7 лет, вы меня спросили, кем я хочу быть. Правда? Может быть. И что же вы ответили? Я не ответил. Вспомнил. А почему вы не ответили? Я хотел быть генералом. Я возьму шпички? Ну, конечно. Разрешите обратиться, товарищ генерал-майор. От генерала Привилова? Так точно, товарищ генерал-майор. Поехали. Можете курить. При начальстве не положено, товарищ генерал-майор. Курите. Спасибо, товарищ генерал-майор. Вы слышали? Сегодня освобождена Варшава. Скоро будем в Берлине? Скоро-то верно. Но прежде с курляндской группировкой надо покончить. Вот в чем дело. Хочу с вами посоветоваться. Естественно, мне не сна обстановка в общем плане. Но мне интересно знать ваше мнение. Человека с передовой. Потому я и пригласил вас на 10 минут раньше всех. Слушаю. Видите ли, ваш участок фронта довольно неожиданно стал для нас самой горячей точкой. Гитлеровцы перегруппировывают силы. Они готовят удар. На что они рассчитывают? Там наиболее идеальные условия для танкового марш-броска. Прекрасные дороги. Трудных переправ почти нет. Ну, пара мелководных рек. И ослабленный оперативный резерв. Пока мы будем перебрасывать туда войска, они надеются глубоко вклиниться в наш тыл. В первую очередь танками. Понятно. Если прорвут нашу оборону... Не прорвут. Не сомневаюсь. Но ставку они сделали крупную. Генерала Харвитса туда перебросили. Харвитса? Что, старый знакомый? Да. У меня с ним особый счет. Под Сталинградом он ушел. Но тогда его танки пытались прорваться к окруженной армии по улицам. Потом мы с ним столкнулись на Курской дуге. А в третий раз встретились при форсировании Депра. Хистер... Как лиса. Вам кажется, 36 всего? 34. Даже так? Попросите, товарищей. Харвитс. Опять Харвитс. Восьмая танковая дивизия. Не то. Двенадцатая танковая бригада. Не то. Может быть здесь. Так, так. Восемнадцатая танковая дивизия. Не то. Так, так, так. Мехкорпус. Вот. 35-я гвардейская танковая бригада. Простите, как вы назвали? Коробочка. 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 Где же эта коробочка? Эта коробочка. У Гоголя. А у нас этот коробочка. Капитан. Один из лучших танкистов. Простите. Мы, кажется, затеряли его наградной материал. Кто мы? Вы что? Выступаете от имени наградного отдела? Или от себя лично? Простите, от себя лично. Я утерял, это моя вина. Капитан Коробочка под огнем противника вынес из горящего дома одиннадцать женщин и детей. Он спас одиннадцать человеческих жизней. Вам это понятно, майор? На этом стуле. Вы еще и недовольны? Я этого не говорил, товарищ генерал. А что же вы тогда все время морщитесь? Бочки. Товарищ генерал. Я почечник. Извините. Садитесь, товарищ майор. И давайте вместе подумаем, как нам исправить вашу ошибку. Хотите? Спасибо. Я больше кофе люблю. Кофе нет. Далеко? На передовую. А вы? Понятно. Непуха. К черту. Капитан Коробочка. Я. Ко мне. Есть. Товарищ генерал-майор, капитан Коробочка по вашему приказанию прибыл. От имени командования я от себя лично вручаю вам награду Родины. Орден Красной Звезды. Поздравляю. И приношу извинения за некоторую задержку с вручением. Спасибо, товарищ генерал. Служу Советскому Союзу. Положение сейчас таково. После того, как мы взяли Елгаву, Тукумс, Шауляй, они укрепляются в Курляндии и подтягивают силы. А откуда? А это бухта. На что? У них там сейчас две армии. 16-я и 18-я. Плюс твои коллеги, танковый корпус. В общем, вагоны маленькая тележка. Готовят массированный удар. Ну, ни другого выхода, конечно, нет. Восточную Пруссию им пути заказаны. К Рижскому заливу тоже. Так что прорваться они могут только через нас. А кто им даст, а? Ну, это ясно, что никто. А вот повоевать придется. Лишние потери. Но бригаду твою мы усилили. Тяжелым танковым полком и двумя мотобатальонами пехот. Все, больше ничего не дам. А мне больше и не надо. О. Еще для тебя сюрприз. Опять Харвитт объявился. Харвитт? Ой, страшно. Ну, ты это брось. Ты его знаешь, как облупленного. Это хорошо. Но ты учти, он тебя тоже. Это плохо. Вот его танки. Так что, жди. Ты что? Жду, да. Да. Я тоже жду. Когда ты повзрослеешь. Ты в детстве какие игры любил? Я любил на коне скакаться. Ты знаешь, какие у нас кони. Ну, а как Москва? Хорошо. Очень хорошо. Почти незаметно, что война. Это замечательно. Спал, Коля? Ну, когда это за рулем спал, товарищ командир? Никогда. Поехали, Коля. Виноват, товарищ командир. В чем ты виноват? В том, что заснул. Два с минусом. В том, что соврал. Пять с плюсом. Дядь, ты. Извините. Поехали, говорю. Ага. Да, Харвиц это орешек. Ах, Перджан, ну ты даешь. Если воевать будешь, как портянки наматываешь, не скоро мы фашиста добьем. Да ладно тебе. Что ты к парню приставил? Молодой еще научится. Верно, Гургенидзе? Вот ты говоришь, что ты грузин, так? Так. Ну да, положим. А фамилия твоя Гургенидзе, так? Ну так. Так, удивляюсь. А ты знаешь, что Гурген это армянское имя. Что же получается? Ничего не получается. Слушай, хватит, надоело уже. Нет, ты ответь. Не увели в Эх, Перджан. Слушай, я тебя трогаю. Я тебе говорю, что ты не армянин, а? А у тебя нет оснований, потому что моя фамилия Акопов от настоящего армянского имени Акоп. А что это значит? Траншея значит. Добрый вечер, Калмыкова. Ой, здравствуйте, товарищ генерал. Могу указать местонахождение сержанта Акопова. С чего вы взяли? Сам не знаю. Просто у вас такое выражение лица, как будто вы хотите узнать, где сержант Акопов. А где он? Вон у того большого костра. Развлекает публику. Ну, пусть. Одовряю, Калмыкова. Не ходите за ним, сам прискачет. Возьми ключ. Вать идет. Мирро. Товарищ командир, докладываю. Два танка отремонтированы. 83-й, 113-й. Спасибо. Продолжайте. Продолжайте. А этот? Пока возимся, товарищ командир. Топливо плохо подается. И вообще... Сделаем. Куда денется. И вообще... Капуста кислая в борще. Сидите. Это генерал-унцер бригаден, командир. Что я вам сказал? Я ему сообщил, что вы командир бригады. С начальством плена иногда бывает более разговорчивый. А он? Выругался. Простите. А по делу? Молчит. Крепкий. Из танкиста в Харвицо? Да. Это единственное, что он сообщил. Гордится. И требует называть его командира фон Харвицо. Капут. Фон Харвицо. Стойте. 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 Если бы я сейчас... ...смехи, то... ...вот бы я уже готовить. Это выгодно. Это ловко поэроли. По-моему, он ничего не скажет. Проводите меня, майор. Есть. Что вы ему сказали, товарищ командир? Кое-что про его маму. Вот что. Разведгруппа ко мне? Через час. Есть. Старшим... Ну, кого-нибудь из головастиков. Камарзаева. Лучше Самулекина. Старшину Самулекина. Есть. Действуйте. По нашим сведениям, они... ...минимум пять дней не предпримут никаких решительных действий. Сомневаешься? Видишь? Видишь ли, Харвиц непрост. Ты его знаешь не хуже меня. Он умеет принимать... ...неожиданные и самостоятельные решения. Самостоятельные. Ну, это вроде тебя. Кроме того, он человек риска. А немцам их положение. Сейчас. Только рисковать и остается. Не помешаю. Садись, комиссар. Могу сообщить хорошую новость. Первый украинский вышел к Одеру... ...и кое-где даже форсировал его. Одер. Это уже Германия. Вот именно. А мы все охарбиться. А, ну-ну. Тогда продолжайте. Есть еще одно соображение. Да. Тоже существенное. Ну, сейчас замполит меня за нескромность ругать будет. Буду. А, под Сталинградом и под Курском мы этого Харвица побили. В смысле, ты. И перехитрили. Ну, в смысле, я. Ты хочешь сказать, что Харвитис тоже знает, что здесь ты? Конечно. Ну, старая любовь не ржавеет. Ненависть тоже. Харвитис захочет реванша. Любой ценой. Я увижу. Товарищ генерал. Старшина служит по-вашему. Ну как, к бою готов? Ну, как пионер. Ребята. Наверху оставил. Ну, пусть перекурит. Значит так. Слушай внимательно, Саша. Кровь из носу. Установить дату немецкого наступления. Понял? На тебя вся надежда. Майор Ахрименко. Я. Курите, курите. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ майор, вы же в отпуске. Прибыл, товарищ генерал. Утром сегодня. Вас не было. Доложиться вот пришел. Разрешите принять батальон. Хоть бы могила была. Хоть что-нибудь. Память какая-то. Весь там заболящая. Пенал. Или сковородка. Ничего. Никого. Ни дома. Ни матери. Ни жены. Ни детей. Зачем мне отпуск? Живо останусь. Туда не вернусь. Куда отправляют? На Украину. Когда мы поедем? Трудно тебе будет. Ничего. Там зима суровая. Ничего. Привыкну. Там на другом языке говорят. Ничего выучу. И родных там не будет. Ничего. Перенесу. Я командир. Придется переезжать с места на место. Пусть. Ты будешь часто оставаться одна. Пусть. Меня могут убить. Пусть. Прости. Глупо пошутил. Совсем не к месту. Ты же знаешь, я без шуток не могу. Такой характер. Ну, прошу тебя. Прости. Обещаю тебе больше так не шутить. Васильев. Я. Если появится, Самулекин. Буде. Есть. Есть. Слышишь? Пала мертвая и отпала. Ты не сестра. Слышишь? Тревога. Ты не сестра. Ты не сестра. Как рано здесь светает? Четырёх ещё нет. А завтрак? Хоть стакан молока выпей. Я скоро вернусь. Капитан Асланов просил передать, чтобы вы собирали вещи. Все семьи командиров отсюда срочно эвакуируются. Передайте нашему папе, что эту его шутку мы сразу рассказали. Я же вам главного не сказал. Война началась. Война. Капитана Асланова уже нет в городе. Разведгруппа не вернулась? Васильев. Это я, мальничок. Васильев уже сменился. Разведгруппа не вернулась? Никак нет. Васильев передал мне, чтобы просили будить. А вы сами встали, товарищ командир. А Самулейкина до сих пор нет. Я б того Самулейкина... Я тебя понял, мальничок. Оце гарно. Можешь идти. Стой! Кто идёт? Звени, говорят. Затвор. Здравия желаю, товарищ командир. Эх, Самулейкин, Самулейкин. Куда ж ты, Саша, пропал? А теперь жми, Коля. На полную катушку. В смысле, где ты? Ха-ха, поехали. Жми, Коля, жми! Сядьте, товарищ генерал, а то в лес сверну. Я тебя сверну, не дрейп. Не достанут. Вот так, Коленька, что и требовалось доказать. Отлично, Коля. Я только не понял, товарищ генерал, что там было отлично. Если не секрет, конечно. Какие у меня секреты, Коля? Погода чудесная. Вот что отлично. И прокатились не зря. Так точно. За менингитом. Мальчик, Коля ко мне. Мальчик! 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 Я, Мальчик! Ну, где Коля? Сейчас придет. Людина, не птица. Мальчик! Я, Мальчик! Ты, Мальчик! Ты, Мальчик! Как тот? Ну, ладно. Раз так. А это кто? Микола! Явился по вашему приказанию. Срочно найди капитана Шкунделя и в штаб соединения. Понял. Пакет. Лично командиру соединения. И ждите ответа. Как соловей лет? Два с минусом, Коля. Виноват, товарищ командир. Разжидите идти. Разрешаю бежать, Коля. Есть! Ой! Да. Такой план только Асланов придумать мог. Так ведь Харвиц он тоже думает. Думает. Это точно. Ну, что? Нравится? Хорошо говорил. Убедительно, во всяком случае. Разведку надо дождаться. Самулекин задерживается. Будет Самулекин. Отсиживается где-нибудь, а вечером появится, да? С командованием советовался? Я пока хочу твое мнение знать, комиссарша. Лично я. Честно? Честно. Нравится. Я с детства цирк люблю. А если ты ошибаешься? Мы. Мы. А. Тогда будем атаковать, да? Кстати, боеприпасы прибыли. Прибыли. Срок наступления? Скорректируем. Первый раз в туалет. Так что риска почти никакого. О, Масомболоса. Что? Что? Не та так эта. А. А перетта такая. Угу. Каджебекова. Знаю. Ты не можешь знать. Ты же цирк любишь. Как это я не знаю? Аршин Мамалан. Мамалан. Вот я говорю Мамалан. Товарищ генерал, пакет. Давайте. От командира соединения. Устно? Устно, не передано ничего. Спасибо, капитан. Можете идти. Есть. Прошу. В письме, небось, написал, что это наше общее предложение. Конечно. Разве это не так? Вы же оба мне сказали, что вам нравится. Мало тебе в детстве пароли. А меня вообще не пароли. Оно и видать. Ха-ха-ха. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова после тяжелых продолжительных боев, прорвав глубоко эшелонированную оборону гитлеровских войск на подступах к городу Познань, окружили 62-тысячный гарнизон противника и приступили к его ликвидации. Разрешите, товарищ генерал? Ну, Самулейкин, потрепал ты нам нервы. Ну, тормозно нам пришлось, товарищ командир. Садись. Рассказывай. Ну, в первую ночь ничего, в смысле улова. В общем, пересидели немного. Понятно. Можно? Закуривай. Значит так, курорт там у них, отдыхают и раньше 26-го числа никуда не намыливаются. Выходят через 4 дня. Правильно. У нас такие же сведения. Так сироп это, товарищ подполковник. Фуфло. Конкретнее, Саша. Последний нас. Ну, вы мои чутье знаете. Почти сразу нас застукали. У меня затылок заныл, а это важная примета. Ну, думаю, все, хана. Ну, да ладно, так просто не дадимся. Десяток-другой гансиков с собой прихватим. А они не берут. Пасут. Но не берут. И так пасут, что комар нос не поточит. Ну, ребят стали намекать, что старшой, мол, малость того. А я им не даюсь, ребята. Вставай, вы весь рост все равно не заметят. Почему? А чтоб мы вернулись. И про это 26-е число вам лапшу на уши навешали. Но раза три они про это 26-е. И в шутку. И так, между прочим. А я эти примочки не принимаю, товарищ генерал. Дальше? Было и дальше. Я нарисовал, что возвращаемся. Ребята устроил в берлогу и назад. С другого боку. Думаю, вдруг что привидеться. Привиделось? Прислышалось, товарищ полковник. Бензоводские они ждут. Завтра вечером. И за нами во все глаза присматривают. Я сам видел, Саш, как у них через каждые полусотни метров наблюдатели на деревьях сидят. Солнце их подвело. Стеклышки так и блестели. На деревьях ведь стекла не растут, а, Саш? Ну, почему, растут? Но только в Африке. Завтра 23-е. Значит, 24-го. Вот тина, а я артистов на завтра пригласил. Отменить, что ли? Зачем? Наоборот, хорошо. Саш, ты там фамилии какие-нибудь слышал? Любые? Ну, чинам повыше желательно. Ну, выше унтер-офицера нет. Давай, унтера. Стеклышки, из танкового корпуса. Стать! Стоять! Вофлюкты, шайсы. Сольхи, как штанги, Бринген, Ди арши, асы, Инферруф. Он сказал, что такие, как штанги, Позорят арийскую расу. Эх ты, тетеря. Все сейчас самый выложил. Арийс, ты дерьмовый. Это переводить? Как хочешь, лейтенант. Слушай внимательно, Леша. Минировать будешь. Вот эти два участка на флангах. Слева от отметки 5 до отметки 26. Так. Справа от отметки 82 до отметки 103. Так. И вот эту полосу за нами. Все. От нуля до 42. Все понял, капитан? Так точно. Сроки. Фланги минируешь сегодня ночью. Тыл. Завтра ночью. Ясно. Это пока ясно. А сейчас будет неясно. Фланги ты не минируешь. А тыл минируешь. Понял. Ну, учти. Не минируешь так же добросовестно, как минируешь. Чтоб и у Ежа не было сомнений, что фланги заминированы. Задача ясна? Так точно, товарищ генерал. Действуй. И так, товарищ командиры. Мы имеем твердые основания предполагать, что враг начнет наступление послезавтра. 24 января. Перед тем, как перейти к деталям, я попытаюсь в двух словах передать вам весь замысл будущего маневра и боя. Журналисты прозвали нас с вами мастерами фланговых атак. Генерал Харвиц тоже знает, что такое фланговые атаки в исполнении хороших солистов и оркестра. Имел возможность лично убедиться. Наши саперы этой ночью постараются внушить врагу, что на этот раз мы собираемся встретить его в лоб по центру будущего боевого порядка. Мы решили, что нехорошо изменять самим себе. Нам еще не надоел наш излюбленный маневр. И пусть Харвиц лишний раз убедится в этом. Прошу всех достать карты. Задача маневра проста. Основные танковые и артиллерийские силы бригады с приданными им подразделениями ночью по ложным минным полям на флангах справа и слева обходят вражеские части. На цыпочках употребляю выражение майора Ахрименко. Меры маскировки максимальные. От методов и способов передвижения до количества костров в лесу оно должно остаться неизменным. Малые, так называемые отвлекающие силы бригады остаются здесь на месте и завязывают встречный бой. А после наших фланговых ударов они резко отходят, соединяются с основными силами и гонят противника сюда к минному полю, к настоящему. Если наши саперы не перепутают. Если есть у кого общие вопросы по боевой задаче, задавайте. А потом перейдем к деталям. Разрешите, товарищ командир? Слушаю. Вопрос такой. Харвид собрать или дадим ему еще одну попытку? Чего смотришь? Каков поп, таков приход. Паша будет доволен. Новым он уже никогда не станет. Менять его, командир, надо. Менять. По правде говоря. Латанный, перелатанный. И на командирский-то не похож. Почти всю войну на нем прошел. А перед самой победой менять некрасиво как-то, Петрович. Уж да, воюй на нем. Так, держи. Вон тебе наводчика нового прислали. За место сядки царствие ему небесное. Видишь, маячит. Товарищ генерал, сержант Максаков прибыл в ваше распоряжение. Вовремя. Из рот Савельева, кажется, да? Так точно, товарищ генерал. Слышал. Будем воевать вместе, товарищ сержант. Можно? Можно? Конечно, можно, товарищ генерал. Сами? Сам. Замечательно. Для сына, да? Не успел еще, товарищ генерал. Для братика меншоу. У нас с ним 20 лет разница. Мне 23, а... Ваньке, значит, летом четыре будет. Семья большая, наверное. Сестры еще. Четыре. Между мной и Ваньки. А как вас зовут? Тоже Иваном, товарищ генерал. Тут история веселая получилась. Я еще в бою толком не был. А на меня уже похоронка пришла. Напутали где-то. А тут меньшой родился. Ну и назвали Иваном. Ну, память обо мне вроде. Да, действительно история. Вы пообедали? Никак нет, товарищ генерал. Пообедаем. Петрович, пошли обедать. Встал тут фюрер тише как-то И скомандовал кругом После близкого контакта За скрепким русским сапогом. Врут, что жира стало мало По терлянде и у нас. Вот где есть жиров и сало Стратегический запас. С первым другом мы не тужим Скоро враг пойдет вперед Вот секретное оружие Что герыванию спасет Во-первых, газета правда Тут про вас напечатано Портрет есть Умение побеждать Статью я прочел Можно было, конечно, и получше А еще письмо из дома Все И урод, все награбленное в странах Станет в горе поперед Некто сведет в саду Будет страшно Кто, товарищ командир? Я так боялся, что не успею Что с тобой? Ничего Все в порядке Знаешь, я почти каждый день пишу домой Маме твоим Жалею, что не женился Ты говорил, женись Я не послушал Теперь жалею Хотя бы след оставил Ну ладно, хватит Нет, Ази Ты послушай Не получается из меня солдат Только ты не думай Я не боюсь врагов Я их ненавижу, может, больше, чем ты, но Трудно мне Я понимаю Сейчас такое время Когда каждый должен стать солдатом И я стал Я же мужчина Но я неважный солдат Не выходит у меня Гаджи Мой брат не может быть плохим солдатом Я знаю Покажи звезду Все будет хорошо Береги себя Плохое тут небо Нет в нем Жизни Вот у нас в Крыму Что зимой, что летом Зелез дебо И ныз кулак А тут Пока одну увидишь Все глаза Проглядишь Киандре Не фени Чего не спишь? Да вот по-стариковски Застегнулся бы Застегнулся бы А Не холодно Да Я бы Тебя вчера поздравил Да вот дарить нечего Ты о чем? Вот привычка С гражданкой осталась Вот тут все мои родственники записаны Вот Вот 22 Января Асланов Спасибо, Петрович Сколько тебе стукало? 35? Да 35 Тишина-то какая Ты бы поберегся завтра Взял себе за привычку высовываться к Агузе Да и простудиться можно Ну ладно, командир С Богом Пойди поспей Спокойной ночи Б诉ки С Богом И Срослой Сон Субтитры делал DimaTorzok Чудак 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 Но я вас понимаю Наверное, все так делают Верно Все ищут родных Ты озабочен? У тебя завтра бой? Да Завтра Тяжелый бой Если со мной что-нибудь случится Знайте Я вас любил больше жизни Вот ты и попался Фон Харовец Всем К бою Вперед За родину Субтитры сделал DimaTorzok Тяжелый бой Субтитры создавал DimaTorzok